Десна ТВ Но традиция честования медалиста всё же была соблюдена. Ощущение первой значимой победы, гордость за свои достижения и, конечно, немного волнения. Привычные эмоции участников этого уникального мероприятия. И кажется, что одноразовые маски и соблюдение личной дистанции делают церемонию награждения выпускников 2020 года только особеннее. Сегодня от имени по поручению главы муниципального образования города Десногор Смоленской области Андрея Николаевича Шубина я искренне поздравляю вас с вашим достигнутым результатом, с тем, что вы смогли доказать в первую очередь себе, своим родителям, своим близким, своим педагогам, что вы являетесь лучшими. 23 июля в зале Центра культуры и молодёжной политики Десногорска собрались те, кто так или иначе причастен к важному событию. Представители городской администрации, школьные преподаватели, родители выпускников и, конечно, их гордость. Дети, которые сделали свой первый в жизни значимый рывок. Сегодня с нами по праву разделяют эту столь значимую победу наши родители и учителя. Ведь именно они способствовали нашему интеллектуальному развитию, воспитывали нас людьми добропорядочными, честными. Эти качества стали залогом отличной успеваемости в учёбе, которая отмечена медалью и памятным адресом главы Десногорска Андрея Шубина. Всего в этом году отличниками стали 13 выпускников Десногорских школ. От имени учителей нашего города я хочу поздравить вас и пожелать вам дальнейших успехов в освоении новых вершин знаний. В финале мероприятия уже бывшие школьники оставили свои подписи в книге почётных выпускников школ Десногорска. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В Смоленской области продолжает действовать особый эпидемиологический режим. Ранее указом губернатора о 24 июля обозначены очередные меры по его смягчению. Так уже могут работать организации общепита, но пока это касается только их летних веранд. Можно и гулять на свежем воздухе, проводить массовые мероприятия численностью до 100 человек, но с соблюдением дистанции полтора метра. Открыты и некоторые небольшие магазины, фитнес-центры, учреждения образования и культуры, рестораны и кафе начнут работать с 3 августа. Между тем, уже с 27 июля добровольцы начнут испытывать вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Первыми вакцину получат 10 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Всего в испытаниях примут участие 300 добровольцев, в том числе 60 сотрудников центра «Вектор». При этом после успешных испытаний препарата вакцинация им будет добровольной, а не принудительной. В завершении выпуска о погоде. 28 июля в Десногорске малооблачно. Температура днем плюс 26, ночью плюс 18. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok